Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. В сегодняшний воскресный день мы с вами, братья и сестры, снова слышим евангельское чтение о том, как некий человек-законник, то есть знающий закон, закон Божий, все предписания этого закона, он подошел ко Христу и, искушая его, говорит, учителю, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Господь говорит ему, что в законе написано? То есть ты законник, ты знаешь закон, что там написано? Этот человек говорит, в законе написано, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всеми мыслями своими и ближнего своего, как самого себя. Господь ему говорит, правильно ты сказал все, так-то мы написаны. Соблюдая это, делай это, и будешь иметь жизнь вечную. А кто мой ближний? Говорит этот законник, желая оправдать себя. То есть он-то пришел искушать Христа, и для того, чтобы оправдать, ну что-то как-то продолжить, не выглядеть, как бывает дураком человек выглядит в какой-то ситуации, А чтобы выйти из этой ситуации более-менее оправданным, он говорит, а кто мой ближний? Тогда Господь говорит притчу, что один человек шел из Иерусалима в Иерихон, и его побили разбойники, ограбили, бросили его еле живым на краю дороги. В это же время из Иерусалима шел священник, который прошел мимо, шел левит, тоже служитель Иерусалимского храма, посмотрел на него и пошел мимо. И вот третий человек шел некий самарянин, тот, кого презирали иудеи, иудеи считали себя истинно верующими людьми. На тот момент они и были истинно верующими, потому что когда Господь беседовал с самарянкой, он говорил, что в этот момент спасение от иудеев, то есть их вера правильная. И вот этот презираемый иудеями человек подошел к этому, кто пострадал от разбойников, чем смог, помог ему, обработал его раны маслом и вином, посадил его на своего осла, пришел в ближайшее селение, где была гостиница, оплатил его пребывание в этой гостинице, попросил хозяина гостиницы, чтобы тот поухаживал за этим человеком израненным, потому что ему самому нужно было, видимо, дальше совершать путь. Говорит, но если ты что-то потратишь на него, больше того, что я тебе дал, я, когда вернусь, еще заточу. И вот Господь говорит этому законнику, кто из этих трех человек был ближний для того, кого избили разбойники. Законник говорит, тот, кто сотворил с ним милость. Говорит, вот правильно ты сказал, иди и ты твори так же. Твори милость. И это Евангелие не случайно сказано нам. Иерусалим это тот город, где пребывает Бог. Как говорят, что Бог ходит по земле Иерусалима. Не только наш Господь Иисус Христос ходил по этой земле и осветил ее своими пречистыми стопами, но и евреи, которые не верят в Иисуса Христа, считают, что Бог Отец тоже как бы ходит по этой земле, освящая ее. И вот они были в этом городе, где пребывает Бог. Эти люди, священник, левит. Шли из этого города и увидели раненого человека избитого. Но им дела не было. До несчастья, до горя этого человека. Мы с вами сегодня пришли в Дом Божий. В тот дом, где пребывает Бог. То есть мы не просто пришли послушать пение, посмотреть на батюшек. Мы пришли для того, чтобы прославить Бога, почтить день воскресный. Мы уже несколько часов здесь находимся. Господь на наши молитвы, на наши просьбы подает нам свои благословения, свою благодать. И мы сейчас после целования Христа выйдем из этого дома и пойдем каждый в свой дом. Кто-то пойдет по каким-то еще делам. И так же, как вот те люди, мы тоже будем идти как бы из Иерусалима. Вот сейчас мы с вами в Иерусалиме. В том месте, где пребывает Бог. Какими мы дойдем домой? Какими мы дойдем до своих дел? И не только сегодня. Мы ведь каждое воскресенье стараемся сюда приходить. И это Евангелие обращено к нам. В оно все, все, любое чтение евангельское, все обращено к нам для нашего спасения. Потому что мы же себе задаем вопрос, как законник задал вопрос Христу. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что делать человеку, чтобы спасти свою бессмертную душу? Господь отвечает. Соблюдай заповедь. Какие? Две. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всеми мыслями своими. Как вот человек бывает, полюбит кого-то. Да у меня душа не на месте, я тебя так люблю. Сердце мое тебе принадлежит. Все мысли мои о тебе. Все стихи сочиняет он своей возлюбленной или своему любимому человеку. Так вот мы должны любить Бога. Всем сердце. Чтобы сердце наше принадлежало Господу Богу. Душа. Душа никогда томится. Когда она вдалеке от Бога. Когда она с Богом душа человека. Он радуется. Душа на месте. Спокойность. А когда не на месте душа, это от чего? Как Амвросий Оптинский говорил. Тогда человек бывает плох, когда забывают, что над ним Бог. И вот когда мы это забываем, наша душа не на месте. Наше сердце мается. Болит. А когда человек с Богом, то все это по-другому, конечно. И ближнего своего возлюбимого будет Господь. Иди и твори так. Это Он говорит каждому из нас, кто ставит перед собой вопрос, как наследовать жизнь вечную. Возлюби ближнего. Кто ближний? Любой человек, кто встретится на тебе на пути и будет нуждаться в твоей помощи, в твоем внимании, в твоем добром слове, в твоем ласковом каком-то отношении. И если этому человеку от твоей ласки, от твоего внимания, от твоей помощи станет радостным, легче, значит, ты уже на пути, значит, ты уже одной ногой, так сказать, в том, куда ты идешь, то есть спасение бессмертное твоей души уже происходит. Помоги нам, Господи, всем быть милосердным и учиться, каждый день быть милосердными, как призывает нас Господь, говорит, будьте милосердны, как Отец ваш милосердный есть. Аминь.